Глава тридцатая книги пророка Исаии Глава тридцатая книги пророка Исаии Откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи? Они несут на хребтах ослов богатства свои И на горбах верблюдах сокровища свои к народу, Который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, напиши это на доске у них И впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, Навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, Дети, которые не хотят слушать закона Господня, Которые провидящим говорят, «Перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, Говорите нам лестное, предсказывайте приятное, Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, Устраните от глаз наших святого Израилева». Посему так, говорит святой Израилев, Так как вы отвергаете слово сие, А надеетесь на обман и неправду, И опираетесь на то, То беззаконие это будет для вас, Как угрожающее падением трещина, Обнаружившаяся в высокой стене, Которая разрушение настанет внезапно, В одно мгновение. И он разрушит ее, Как сокрушают глиняный сосуд, Разбивая его без пощады, Так что в обломках его не найдется и черепка, Чтобы взять огня с очага Или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так, говорит Господь Бог, Святой Израилев, Оставаясь на месте и в покое, Вы спаслись бы, В тишине и уповании крепость ваша, Но вы не хотели. И говорили, Нет, мы на конях убежим, Зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, Зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, От угрозы пятерых побежите так, Что остаток ваш будет как веха на вершине горы И как знамя на холме. И потому Господь медлит, Чтобы помиловать вас, И потому еще удерживается, Чтобы сжалиться над вами, Ибо Господь есть Бог правды, Блаженны все, Уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме, Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, И как только услышит его, Ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести И воду в нужде, И учителя твои уже не будут скрываться, И глаза твои будут видеть учителей твоих, И уши твои будут слышать слово, Говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, Если бы вы уклонились направо, Если бы вы уклонились налево. Тогда вы будете считать скверною Оклад идолов из серебра твоего И оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту, Ты скажешь им, Прочь отсюда! И он даст дождь на семя твое, К которым засеваешь поле, И хлеб, плод земли, И он будет обилен и сочен, Стада твои в тот день Будут пастись на обширных пастбищах, И волы, и ослы, возделывающие поле, Будут есть корм соленый, Очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, И на всяком холме возвышенном Потекут ручьи, потоки вод В день великого поражения, Когда упадут башни. И свет луны будет, Как свет солнца, А свет солнца будет светлее всемера, Как свет семи дней, В тот день, Когда Господь обвяжет рану народа своего И исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, Горит гнев его, И пламя его сильно, Уста его исполнены негодование, И язык его, Как огонь поедающий, И дыхание его, Как разлившийся поток, Который поднимается даже до шеи, Чтобы развеять народы до истощения, И будет в челюстях народов узда, Направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, Как в ночь священного праздника, И веселье сердца, Как у идущего со сверелью На гору Господню, К твердыне Израилевой. И возгремит Господь Величественным голосом Своим, И явит тяготеющую мышцу Свою В сильном гневе, И в пламени поедающего огня, В буре, И в наводнении, И в каменном граде. Ибо от голоса Господа Содрогнется Ассур, Жезлом поражаемый, И всякое движение Определенного ему жезла, Который Господь направит на него, Будет стимпанами и цитрами, И он пойдет против него Войною опустошительною. Ибо тафет давно уже устроен, Он приготовлен и для царя, Глубок и широк. В костре его много огня и дров, Дуновение Господа, Как поток серы, Зажжет его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...